всем привет сегодня у нас серия про восстановление блока 17 98 блок меддег 17 98 который я завалил ну так давненько уже там полгода назад наверно он все валялся я думаю заказать не заказать просто надо не надо это вообще делать в принципе ошибка была в неправильном подключении ничего такого особенного нет то есть ну сдох блок ну выкинул другой поставил вот но все-таки увидел на лишки дешевые процит что там 500 рублей что ли думаю ну ладно закажу парочку вот процы пришли его перепаял этот проц вчера ну и так оставил думал ладно сегодня уж займусь вот и сейчас посмотрим как чего делается погнали ну что ж к так отказался писать бог попробуем то же самое подключение вместо катака цепляем power box посмотрим что будет так но попробовал короче всем подряд алекс пациент ничего его не берет подумал ну наверно все таки где-то я в подключении сделал плохой контакт в общем припаялся конкретно вот и к так мне уже написал микро протекшн ремоу файл что значит ошибка снятия защита с процессора вот и теперь надо думать что делать дальше так вот пациент у нас начал записывать этот блок ну то есть вот у нас power box то есть подключение такое же как питом только вместо ну то то есть вместо катака open порт и этот самый power box для подключения вот тут я выбрал сейчас уже не могу показать но выбрал в общем чтобы он записывал полностью флеш включая системные области так что ли было написано ай ладно сейчас закончит запись еще и пром запишу и посмотрим дальше итак запись завершена нажимаю ok значит еще раз покажу что я нажимал запись нажимаю выбираем пароль автоматически автоматическое управление питанием оптимизацию процесса записи выключаем потому что он иначе будет пропускать в области область ну то есть калибровки только запишут по ходу так вот это не нажимаем отключить цифровую подпись это нам не надо записывать только области по пропускать служебное тоже отключаем короче вот так вот вот в таком виде он будет записывать полностью backup так и сейчас запишу и пром и дальше посмотрим как у нас катак заново с ним справиться в общем катак опять выдал ошибку protection remove failed то есть не может снять защиту пациент выдает какие-то идентификаторы выдает но так особо ничего не пишет я взял уже алекс то есть сделал эту info вот и тут написано что protection disabled то есть по идее там никакой защиты в данный момент не установлена и наверное катак просто как сказать пытается снять защиту которой нет может быть поэтому он там вообще никак не может ничего сделать по своим алгоритмам то есть я прихожу к выводу что катак предназначен для работы только с исправными блоками которые уже ну скажем в которых уже была какая-то прошивка записана вот а так как этот блок с перепаянным с новым процессором то он его не воспринимает просто вообще то есть какие можно идентификаторы прочитать с пустого процессора то есть никакие там нету ничего пусто поэтому можно работать с такими блоками с помощью алекса или пцм то есть в режиме bootloader в принципе прошивка записана и пром записан достаточно сейчас мне наверное будет уже снять вот эти будут пины то есть где это где они в 31 соединяются убрать и просто поубеди как бы проверить работает ли он вообще блок и в принципе на этом можно заканчивать что заканчивать эпопею вот это все восстановление этого блока ладно сейчас последний тест и все так ну все пины разъединил повесил их в воздухе значит перевела в режим работы по убеди выбираем блок то есть это у нас хендер элантра допустим но тут уже неважно принципе главный блок метках 1798 на процессоре 1767 вот то есть выбрали делаем как у инфо все вот он показал идентификаторы все нормально можно ошибки прочитать да вот все ошибочки читает там стереть допустим ошибки снова прочитать ошибки но они не стираются потому что ну вот скажем так блок висит в воздухе конечно будут ошибки в общем все восстановление прошло успешно так даже не знаю на чем закончить этот ролик ладно сейчас переключусь на камеру ну что ж делаю вывод к так не подходит для восстановления блоков если процессор был перепаян нужно либо алекс либо pcm можно что-то еще я не знаю то есть по крайней мере либо алекс либо pcm делают блок если просто пустой завода просто цена вопроса восстановления получается это 500 рублей по запчастям то есть процессор он дешевый единственное что надо конечно же паяльную станцию там ну все такое то есть перепаивать надо его надо иметь в наличии powerbox алекс pcm то есть если у вас это есть туда круто замечательно цена восстановления блок там 500 рублей это замечательно что ну это вообще замечательно что китайцы выпускают эти процессоры пачками вот по такой дешевой цене вот в принципе на этом все надеюсь что таких серий больше не будет да действительно валить блоки это очень такое занятие нехорошая то есть ну сами подумайте да вот если бы у меня это была машина реально то есть никто то там то есть не бокс разборки как-то с которыми экспериментировал приехала машина допустим у меня нет процессора его надо заказывать ждать из китая долго если нет оборудования сначала заказывать там вот это вот power power box алекс все такое то есть это долго и значит ну клиент конечно конечно же подождет куда ему деваться но насколько он будет ждать неделю-две потом скажет ну сколько можно ребята мне ездить надо да может вообще не захочет ждать выставит там счет хотя как у нас судебная практика показывает пока суд до дела на то есть уже машина будет готова придется ему отзывать это все это уж так юридические тонкости конечно так что еще в принципе у меня остался один процессор tc 1767 у меня есть в принципе на продажу алекс всегда и в принципе пациент с power box он я тоже могу отдать вот так что если что обращайтесь кому надо ну и заходите к нам на форум там спрашиваете как делать блоки пишите как делать блоки да вот не ленитесь потому что сегодня вы сделали блок завтра забыли как это делается сами же почитаете свое сообщение через полгода например через годик но у меня одна из целей создания форума была это записная книжка да то есть как я делал блоки какие серьезно вот я иногда пересматриваю свои же видео смотрю как я там делал блок чтобы побыстрее не вспоминать это все чтобы вот она есть уже ладно все короче заходите на форум общайтесь и пишите комментарии на ю тубе тоже какие-нибудь всем счастливо